При входе в поликлинику сразу бросается в глаза очередь в регистратуру, отстояв которую приходится занимать еще одну, уже на прием к педиатру. В плохо освещенном коридоре все лавочки заняты. Кто-то ожидает приема уже не первый час, а кто-то так и не дождался. В поликлинику, конечно, ходить с двумя детьми ужасно, потому что здесь большие очереди у нас. Сейчас заняла очередь и не могу попасть. Приходится уйти. С двумя детьми это тяжело стоять. Сейчас в поликлинике прием ведет всего один врач и один выездной специалист. В очереди говорят, что сегодня народу еще немного. Осень – коварное время года. Болеют дети, особенно дошкольного возраста, очень часто. К врачу мы попали на прием с ребенком через три часа. После того, как отстояли очередь. Дети все плачут, дети хотят кушать, дети хотят спать. Приезжали мамочки вчера, бабушки на руках несли детей, у которых температура 39, чтобы хоть кто-то осмотрел. В очереди никто не пускает, в очереди чуть ли не драки, потому что все сидят, ждут, все устали. Обстановка уже наколена до предела. Похожая ситуация сохраняется в детской поликлинике не первый год. Детей в городе становится все больше, чего не скажешь о медиках. В приемные часы врачам приходится работать без передышки и стараться оперативно не только осмотреть ребенка, но и оформить все необходимые бумаги. Сохранять спокойствие трудно и больным, и врачам. Уже стало ясно, что сама собой данная проблема разрешиться не может. Не в силах с ней справится и Тверской департамент здравоохранения. Но и горожанам не стоит сидеть, сложа руки. Пока мы молчим, перемены не начнутся. Молодые мамы сейчас занимаются составлением петиции, которая будет направлена в ряд учреждений, которые могут хоть как-то посодействовать в решении наболевшей проблемы. Сегодня мы попытались дозвониться в Министерство здравоохранения по номеру 32-01-42. Тверской департамент здравоохранения здравствуйте. Здравствуйте. Из города Конаков вас беспокоят. По поводу детской поликлиники. Всего один врач принимает, и уже несколько дней не можем попасть на прием. С этой ситуацией что-то будет делать? Так, сейчас один момент. Я переадресую ваш вопрос специалисту. Алло, здравствуйте. Из города Конаков беспокоят. В детской поликлинике в нашей принимает всего лишь один врач, и уже несколько дней не можем на прием попасть. С этим буду что-то делать? Так, перезвоните, пожалуйста, через полчаса специалист подойдет. Со специалистом мы так и не связались, но обязательно еще раз попробуем. Если вы устали стоять в очередях, пытайтесь связываться с Министерством. Ведь чем чаще рядовые жители будут указывать на проблему, тем быстрее она разрешится.